видно так что-то плоховато слышали или я так плохо слышу посмотрите что-то у вас так слышимость плохая может поближе к микрофону снять и чтобы я все слышал очень даже хорошо слышно я сейчас закрою тут а то солнышко в глаза светит у вас тоже сильный свет падает так так у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я слушаю вас говорите пожалуйста я задавал вопросы два года поболимся чтобы господь на вас разумея господи благослови нашу беседу и путеводи нас духом троим святым тебе господи слава за все отец сын и святой дух аминь во славу божию я провожу опрос и разного вопроса первый вопрос почему мы чтобы что ожидаем второго пришествия господа иисуса христа я такого вопроса никогда не ожидал настолько это понятно допустим дети остались без родителя родители уехали куда-то как они ждут почему они ждут родителей встречи не надо объяснять это единение потому что мы принадлежим отцу он нам принадлежит так и здесь чаю воскресения мертвых и жизни будущего века символ веры говорит и господь горит я уйду а потом приду к вам он обещал и они ждали его дождались дня пятидесятницы а теперь обещан павел говорит что не достигнули я христа как он достиг меня будем вознесены в славу ему и что интересно когда есть такие места писания которые истолковать даже слов нету и горит мы будем подобны ему и это на это толкование о и мы будем подобны ему вспоминается молитва буддистов они молятся о маны падма хум ты сидящий в лотосе а когда они уже сильно много молятся он выходит под небо и только одно огонь а вот так и наше ожидание одно о другого у нас ничего нету ради этого живем страдаем преобразуем си и спрашиваем духа святого прощения грехов чтобы войти с ним и что пользу если я другим проповедуя сам окажусь недостойным павел говорит и поэтому на этот вопрос я знаю вопросы такие задает там есть такой один еврей он искушает всех вот а почему да как да то есть он не верующие там родинский какой-то потому что наша родина там отечество там посланники время павел говорит и мы жаждем этой встречи не совлечься оближься чтобы вот это тело смертное когда умрет а душа спасенная снова войдет в это же самое тело оно измененное и мы чаем воскресенье надеемся ради этого живем это главное ради чего мы все делаем что польза если весь мир приобретешь а душе повредишь и когда придет господин дайте отчет все должны ждать а если раб который не ждет говорит он станет есть и пить и бить рабов а хозяин придет то время когда он не ждет раз еще то пополам поэтому настоящего верующего этот вопрос не возникает а зачем мы дышим а зачем сердце бьется зачем едим то есть это все в одном встреча со христом вот такой ответ это словами невыразимой потому что ту радость ни один поэт описать не мог глаз обычно видит и фиксирует а тут глаз не видел ухо не слышала на ум воображение будет сильно развиты такое там поэмы пишут фантастика беляев там другие здесь на сердце не приходило что бог приготовил один рассказывал он обмирал в аварию попал там шахте у меня ролики записаны он говорит вот возьмите воробья и павлины когда он сидит хвост распустит ну как будто это другое творение вот наши павлины там горит которая показана они горит меньше чем воробьи какие там птицы какое там пение вот бывает кто-то запоет и такое пение я вот не знаю я не еврей я природный русский человек но когда слышу еврейские мальчики поют есть такие ролики там евреи моей моей душе что-то такое я не могу выразить словами как будто я давно давно забыто что-то краем уха слушая не в том что я там не даже слышу а душа откликается это то что должно быть а мы разделились этой вавилонской башни и один язык я дал похожий на тот еврейская нация это один народ из 2896 нации один поэтому к еврейскому народу мы должны относиться не с ненавистью они революцию сделали погубили царя нет а с благоговением перед избранием великое преимущество во всех отношениях быть евреем она и паще более всего и вверено слово божие то есть были люди которые расслышали и движимый духом святым записали и мы святую библию руках держим и трепещем это голос неба не буквы а когда самого увидим что будет это нет слов выразить вот почему мы его ожидаем я каждый вечер смотрю на закат и думаю не сегодня ли господи ночью ты устроишь эту встречу утро начинается я жду вечерней зари 10 июня вот 10 дней будет 78 лет я все что претерпел что было поношение я знаю это от бога у меня шлифует на мелкой стирается шинкует я жду встречи с ним я ему тогда покажу раны которые за него претерпел я покажу друзей моих которых он привел через меня бог так сделал благодатью своею что он меня обеспечил всем глаза видели уши слышали хоть плохо давал необходимое для жизни желание работать я знал что сеющий поливающие ничто а все бог возвращающий поэтому радостно в этом ничто следы благодатью божией вот почему я то говорю только про себя но и это имеет ввиду у нас есть оригинал как павел горит желая разрешить от тела убереть и быть со христом что не на сравненно лучше но для вас лучше чтобы я на земле оставался я буду разрешать ваши вопросы собирать милостыню для бедных вирусалиме чем он и занимался а тогда все это уйдет у меня есть стихотворение у меня много стихотворения но одно такое как моя биографическая называется пример к себе своим воображением все то что прочитал или услышал для снайпера сегодня я мишенью всем хищником меня бог сделал мышкой и сейчас не сутки но сплошная жизнь на выходе и входе за обедом стреляет точно в лоб и давит только вниз задача выжить и ни одной победы хотя как знать когда его скользну петля и яд меня не захватили и враг не достал и стратил всю казну уверенность пожег в истерике в бессилии их измотала в горных перевалах и показывает где ходил ходил по лагам они исследуют следы что ем что пил где отдыхал все исследуют мой бег мое убежище с давидом за мною доик бешеный саул они разведали что я мёд окрыды и штаб-квартиры избран барнаул я с моисеем на своей вершине последний раз смотрю из под руки враги с собаками с биноклями в машине мой след вынюхивает искусство с кустов реки моя погоня гнались до упаду я отошел недосягаем вам прощай земля азарт закон ограда мой труд следы считайте по слогам я успевал на каждом повороте засеять поле застолбить межу со златоустом путь житейный пройден с той стороны земли на все гляжу то есть для бога и наконец эта встреча прощай земля как будто я здесь и не был мы в гостях а там навсегда вот вам первый вопрос еще один пример почему он избавляет от будущего гнева как от него божия он спасает народ свой также он спасает от гнева сатаны и держится крепко до христа значит он помогает на павел так и говорит избавит от всего но когда мы желаем встречи мы забываем об антихристе обо всем предвкушаем только радость все позади когда душа в духе святом то в нас помышление намерение сердечное судит он и в нас такие же чувствования как вовсе иисусе и когда он прощался христос не говорил там будут как я приду вас не буду знать нет говорит а он именно говорит когда жизнь за христа отдадим загонение застрадание за все будет награда там вечности не будет чтобы пострадать за христа только на этой земле и поэтому воспользуйся этим моментом а то я тайна спрятался покой искал златоуст говорит это ты достоин гиены и более того какой покой когда это поле битвы христос не покой принес принести а горит меч принес разделение до встречи со мной и святые как праздник считали момент исхода из этой жизни как путешествие пилигрима джора буньяна написано как как что охарактеризовать человека ожидать самая большая похвала конечно христианин стали называть себя христианами у нас переписал на своими познали горит и она зовут христиане такое песнопение есть дал нам новое имя и поэтому но называть по тому событию которая завершит их жизнь там будут исповедники подвижники молитвенники высшее звание это мученик мученик и в этом звании апостола почти все предстали казнили петра казнили павла не считая она остальные все были казнены я не с этим предстанут перед богом вот моя кровь я отдал всю ты мне дал я вернул ее это победители смерти и ада название будет много но последнее имя которое бог даст горит никто не знает она будет написано на щели мы можем только догадываться почему серафима саровского таким именем называет я на златоуста золотые уста василий великий есть феофил плачливый он плакал все время и умой так это пристало другой я милостивый был такой патриарх у него каждый день нищих обедала три тысячи человек примерно так минутку счастлива подожди потеряете приехали лак слушай дальше вот я над вопрос ответил последнее имя с которым я если человек написано щелах в откровении написано никто не знает то есть мы то думали вот этот подвижник вот так-то дел а у него может быть тайна была милостивый я милостивый это прозвище вот такое он с этим остался и вот это самое главное конечно то что мы христиане дети божии вот у христа спрашивали сколько имен и голоса волов около 500 имен 500 он агнец божий виноградная лоза любовь смирение отец вечности это его имена и у христиан много имен апостол это высшее звание выше в нем все это и пророк это и говорящий на языках и истолкователь языков и чудотворец а вот никола мерликийский чудотворец о чудеса были такие а были люди которые ну такими необыкновенными подвигами прославились оживотворяли все вокруг их и поэтому им вот такое прозвище за ними осталось не по названию области как серафим саровский а георгий победоносец победоносец и гнатий вот есть и гнатий епископ антиохийский называется богоносец а тот победитель почему он говорит сердце моем христа нашу всегда и так за ним закрепилась епископ антиохии его львам бросили и сожгли а там младенец которого христос был на руки таких есть царство небесное поэтому окончательно мы не можем сказать иногда вот бывает такая 6 сектантская узы взгляда секта это узы взгляда вот у меня знакомый человек он из баптистов и он знает только одно толкование а толкование не одно и притом они все в одно соединяется слова душа что такое душа душа у человека что такое это весь человек всяком 75 душ не надо понимать что-то отвлеченная какая-то эйфория была это тело и душа у нас горит семья 5 душ иногда дается предпочтение высшей части человек дуалистичен 2 2 душа и тело душа его в нем павел говорит и в тихо упал из окна то есть название где-то около 18 так игорь так минутку подожди-ка я щас так мне он нужен был а у меня не дождался выехал жалко конечно он из деревни приехал молоко молочники продают ну ладно так еще что я только два вопроса задавала вопроса я вам ответил так что неоднозначный ответ и они все правильные он даже видел говорить я там белый конь в откровении они понимают белый конь это праведность святых а другое толкование дается что это сатана подделывается прямо в противоположное например лев лев из колена иудина кто христос орле прыгающий кого поглотить кто дьявол одним и тем же именем называется тут надо быть осторожным а как понимать так как церковь истолковала святые отцы все кто рождается от того что каждый начинает умничать а этого не надо делать мы православные у нас все истолковано потому что на соборах решалась это и поэтому люди которые отошли от церкви они по неволе ищут выхода из своего сиротства они сироты как будто сегодня каждый родился и вот тут пришел ко мне пятидесятник знакомой на языках говорят а до этого говорил собор да зачем мы нам дух святой откроет а тут не открывает их брат проповедник руководитель там присвятер впал в лут нарушил седьмой заповедь что делать а просится проповедовать и он пришел ко мне я говорю алексей мы с тобой говорили а вот правило канон василий великого он говорит так отлучается он если он был женат и женаты на 8 лет на 8 8 лет он должен стоять за дверями и плакать и молиться и по каким ступеням это идет слушающий они так аборт сделала я виновата батюшка накрыла петрахилю томатым артуком бог простит а это 10 лет правила василия вика второго это убийство у человек бывает такой как кашпировский был чумах там экстрасенсы называется на 18 лет отучаются 18 лет за дверями стоять и никто не даст ему причастие его изгоняют вот какие правила были строгие а было такое что во время отступления кто-то предался там фашистам коммунистам и и своих выдавал где прятались там где-то на 30 лет отучается и он я ему сказал он дако нет это 7 лет как же так приходит и говорит мы ему назначили там 7 недель а он это опять впал блуд а теперь что делать за хвостом яму такого адра дальше правила говорят вы не знаете правила отрекаетесь а когда случится беда вы к нам же идете спрашиваете вот библию любят сектанты все а кто библию сохранил православная евангелие то было и 4 20 20 евангелия фомы и басилистка евреев церковь отобрала 4 а кто перевел на русский язык какие бы ни были переводы лучше синодального в мире нету кто перевел православной 4 духовной академии ваши имена как звать все имена то взяты от православия люди просто еще не знают православие это то к чему можем только жаждать вернуться если нет рукоположного епископата нет таинства нет причастия нет причастия нет жизни 6 глава евангелия ты она все это обман каждый на свою сторону тянет сколько голов столько умов ответ надо делать так чтобы он сходился с писанием одних поставил апостолами таки пророками в третьих учителями а там даже наоборот показано где-то но в третьих учителями это послание коринфянам и христианам павел пишет а где игры учителя ни у кого нету православных есть я бы скажите если вы верите что христот вверх оседние до скончания века церковью верим на скажите третьем веке баптиста одного назовите там адвентиста харизмата нету откуда они возьмутся когда первый джон смит 1609 году сам себя крестил а у нас каждом веке она считала житья святых фамилии имена их тогда не фамилии были чей сын это как фамилия и они все известны их труды что они говорили как делали как люди и людей обращали как мучились у вас никого нет и все эти люди имели иконы все совершали крестное знамение все одинаково везде литургия была а так на себя человек возьмет я не с кем я один один не будешь одного человека нигде не было в мире никогда он или с богом или дьяволом вне церкви нет спасения и когда спрашиваете надо всегда это подчеркнуть что мой ответ он не мой ответ я стою на остановке и вдруг такой вот аппарат снимают огромный это что у меня там такой вот а как вы думаете вот сейчас депутатов избирает вы и дальше начинает интервью берут вопросы на остановке я им отвечаю а до этого они сколько спрашивали теперь в газете печатают и фотографии то что я ему говорил другие ответы они поняли что они ничего не значат почему я не сам сказал мне не надо думать даже мне надо знать кто ответил я отсылаю это сказала ефрем сирин а как его звали пустынный соловей а вот это ироним стридонский сказал он умер четыреста двадцатом году почти все умерли мужчинических иреней лионских я показываю кто киприан карпагенский всех казнили язычники а человек который ничего не знают он начинает сам по себе киприан карпагенский как говорит кому церковь не мать тому бог не отец это за основа взята а я буду молчать григорий щас творец говорит молчанием предается бог в библине от этих слов видите как и поэтому задавая вопросы кому-то мы должны знать кто он куда будет тянуть я в ответом я никого никуда не тяну я просто открываю как было я знаю что то что я говорю со мной рядом сидит сейчас здесь же рядом и павел апостол я на него ссылаюсь здесь же понимая его не как хочу а как святые понимали здесь же златоус здесь григорий богослов те которые были нам легко отвечать если мы знаем и желаем знать вот так библия сама себя никогда не толковала никогда нет а зачем же написано было бы видите как это узор взгляда на истину секта узость через танковый щель павел горит поставил бог учителями апостолы пророки в третьих учителями 4 6 считаем ефесянам 11 28 1 коринфян а скажет толкует а докажи это как толкует она себя христос сказал он они не понимают при еще о нас ли говоришь или о всех и тогда некоторые прищи христос истолковала некоторые по сегодняшний день истолкованы сама себя толкует так могли истолковать я обращаю к баптистам скажите вы считали прища десяти девах ну конечно на скажите теперь что означает полночь я задаю не где-то в москве маловузовская центр баптиста патриархии их так сказать а что такое крик раздался ну одинаково вот вы ответили я сам петербург поехал по-другому толкует и ваше здесь московской общине все по-разному толкует а теперь скажите они девы что означает девы а что начать масло а что означает торжеще куда посылает идите купите и почему дверь не открыли это прище самая короткая 13 глава 33 сих матфея царство небесное подобно закваске который женщину то на на кухне у вас работает она взяла и положила в три меры муки на коли не снисла все один стих и царство небесное подобно этому я начинаю спрашивать кто такая женщина сразу не знают она сама себя толкует она толкует библиот толкует она не толкует толкует и святые отцы движимой духом святым не то что сегодня церковь началась он во все дни дообещал если там его не было десять веков его нигде не было это был обманщик это не христос был за этим слишком многое стоит если кто не будет есть плоти сына человеческого сектантов у них таинства нету это воображение это символ хлеб а почему виновен против тела если хлеб с каким трепетом церкви истинной когда причастие дают как причащается какие молитвы считаются у сектантов ничего этого нету почему вольнодумство а вольнодумство а ветхозаветнее она там почему апостол павел первом послании к коринфянам 10 глава 6 11 стих а эти там были образы для нас неположительные герои отрицательные образы чтобы мы не были походливы на злое как они и дальше перечисляет в один день 23 тысячи погибло а я спрашиваю 16 главу числа считаете конечно адафана верон и корей а на раз за всю мировую историю живьем жены дети скотина шатры все провалилось преисподними места за что хлопают глазами за то что отделились от народа божия это сектантов это пусть всех сектантов которые не в церкви дофана верона и корея это образы бог говорит образы но вспомните первая книга царств когда ковщик божий был принят при пересчищении киилии возвращался и в это время было жатва жители бев самиса увидели ковщик возвращается и решили посмотреть какая их вина они не видели никогда они не плевали не ломали как баптиста ломает иконы священное изображение никогда но посмотрели я считаю и дальше написано и не порадовались я еще не понял когда первый рассчитал и убил бог 50 тысяч и 70 человек 50 тысяч в один день даже сталинградскую битву не не гибло 50 тысяч они ничего не делали я начинаю с ними разговаривать скажите а вы верите что это были про образы ну да это тень будущих благ скажите а что означает скрижали но слово божие а в новом завете как это ну да то написано начали было слово слово было у бога слово было бога кто такой бог христос у бога бог кто у отца сын равный богу так так а ковщик что означает не они могут ну где христос был вообще в идее у марии ковщик означает божью матерь а вы ее касаетесь у нее дети были начинаете богохульствовать и вас ждет то же самое 50 тысяч каждый день мертвых вы маленько то откройте глаза библию толковать это кому бог откроет других поставил учителя им поставила этих никто не ставил самозванцы и мы даже все расставить по местам если мы не знаем ничего мы имеем право спрашивать нам дано это право а самовольничать вот апостол павел киту пишет для того тебя оставил чтобы ты рукоположил епископов а он пришел бы на крит а там епископы там бакисты избрались среди себя первый раз их никто не руководил он признал бы их еще смеяться то конечно нет это деяние восьмая глава когда жители там написано в самаре обратились апостолам доложили это они обратились через диакона филиппа а диакону благодать не дана духа святого не заводить вспоможение нет этого я и он петр и он стали пошли почему они знают дух святой без них не сойдет бог так восстановил они пришли спросили возложили руки получили духа святого а при чем тут руки я еще больше говорить и не буду на эту тему так написано и надо склонить голову и сказать у нас этот епископат вот у меня брат протеерей его епископ рук положил епископ и другой тогда апостолов а если это где-то разрывно то самозванство все секты самозванцы рукоположение есть у православных у католиков григориан армян копты и сирийцы все пять за этим пределом тьма непрорубная мы один раз должны засвидетельствовать и отойти почему всегда были дофана вероны и кореи но живем в ад нравится не нравится мы обязаны при том эти эту главу 16 числа баптисты никогда не считают никогда потому что там приговор вот и весь сказки если иконы мешают баптистов нет икон а почему они пошли к лютеранам там тоже икон нету а почему 50 ники возникли адвентисты и возникло 21 тысячи сект разных сегодня я их не считал но говорят ну даже уменьшим 10 тысяч и всех библии ни у кого икон нету но все одинаково понимает три пункта иконы это идолы тысячелетнее царство будет когда-то она идет от головы и третье а церковь это где двое или трое собрались вот три пункта по которым сразу можно узнать это юридик и динаминации конфессии динаминации конфессии а где динаминации конфессии где такие слова взял а это сатана придумал два слова что прикрыть слова ересь где динаминации конфессия а какой ты конфессии ты должен спросить какой еретик ты по названию ты еретик но каком названии тебе я православный а ты какой еретик по названию конфессии заметьте какая хитрость у православных как экономия не экономия экономия послабление ну ладно еще сделаешь ну аборт делала там пьяница там материться всех допускают а это тоже сатана с другой стороны зашел вот меня спрашивают я в разных университетах вел занятия радиопрограммы вел там и спрашиваю баптисты писятики адвентисты яговисты там все у меня на занятиях университет 21000 человек а как вы считаете баптисты имеет духа святого я говорю конечно ими а тут же сидят батюшки православные да вы что говорите как ягра написано никто не назовет иисуса господом как только духом святым а они его за господа признаете все баптисты руки подняли да мы его признаем вот пожалуйста доказательства но они дальше не идут они на той ступеньке засохли стали ритьками на той ступеньке она засыпана мертвыми а уверовать уверовали во христа неправильно так а кто по-вашему вот взять выходят из молитвенного собрания но я называю баптиста или адвентиста там разницы нет все еретики а вот от них возьмем 20 или 40 человек и православный рядом храм кто из вас лучше нравственно живет огур баптиста а почему потому что вы очищены через слово а слово божье православие то не знают тут очень понятно я не гожий да божий вот разница какая а он хоть какой будь праведность вне церкви она никак не входит вот реестр который бог назначил так слава христу еще может шоссе вопросы есть какие нет а вы где находитесь республика коми город печора о коме мы-то проезжаем по всей стороне я везде книги дарил у меня 38 томов вышло из печати я вовсе дарил но в коме мы видимо не попали мы прошли южнее там где златоуст мы прошли дали сабона португалия все государства турцию 6 мусульманских республик скандинавии прибалтику я в библиотеке дарил книги свои потому что книги эти особые они несут животворную силу люди которые их считают они обращаются к богу и выходят из заблуждения и мы предприняли вот эту невиданную поездку такую и бог вернул нас живыми у нас очень хорошее отношение с баптистами с католиками вообще барнауле религиозная вот эта обстановка так выразиться но благоприятная у нас нет вражды никакой нас городской голова собирает когда мы но там общее дело какое-то по презрению за больными где-то укажет по своему углу трудиться а бывает оборождует как-то он в казани там храм не там строят мечети там а у нас где кто хочет там и строит такая свободная обстановка я считаю потому что у нас здесь монастырь женский есть и большевики его весь расстреляли это по молитвам святых бывает человек с детства верующий а другой нет по домам где-то скитаются презрение это надо смотреть какие были предки я не видел горит потомков его просящими хлеба давид говорит вот удивительное дело у нас все бедные у нас природе богатых не было никого но кусок хлеба никогда не просили вот отец инвалид войны и вот так рука у него оторвана была с матерью полкласса не кончили 10 ребятишек нас 5 братьев 5 сестер и никогда не ходили не просили отец спасет еще за рук даст если отпасу и овечки будут все целые то пол барана там беспризорные бабушки живут я им отдам и нас туда посылали мы разносили это благословение в прадедах таких предках которые были а у нас предки с обоих сторон были все верующие страдали многое и поэтому нам бог благодать оказал такое что мы с детства верующие с детства знаем что бог есть казнь мука вечная это евангелие не было евангелия уже получил позже 23 года после армии так храни вас господь но я все всем объявление что я начальник детского лагеря прошлом году мы закрыли 45 лет был православный лагерь без помощи государства и прошлом году роспотребнадзор сильно нападал везде когда там погибли на ладоге где-то там в карелии 14 ребятишек то и президент путин дал указания все лагеря проверить а тут проверить что 110 тысяч этим занялись комиссия организована 110 тысяч роспотребнадзор и они на нас навалились но у меня опыт очень большой опыт я понял бороться нельзя им буквально подчиняются суды полиция прокуратура ничего нельзя сделать я на следующий день лагерь расформировал лагерь поэтому они там требования такие которые невыполнимые дурные требования требования рассчитанные больными людьми написано у нас не одного больного за 45 лет приезжая дети больные уезжают все здоровые ну понятно что не так девочка приехала больная по щеками это не это серьезно и она дни не пробыла у меня она перестала болеть я сразу и особый режим создал каждое утро вот такое то лекарство какое природное мед и березовый сок у нее через две недели ничего не осталось другая приехала позвоночник она бледная с таблетками я беру только без таблеток а поехала футбол уже играла и бегала понять молитва ежедневно спокойствие вот мальчика привезли а вот заблокированный отец убил мать на его глазах маленький он был и он около трупа кажется трое суток почти сидел дома около отец ушел и он перестал разговаривать а у нас он побыл неделю полторы наверно стал разговаривать вот услышали профессор психологии директор кестерского института с лондона прилетели сюда из останкиных сопроводили как так ребенок наркоман законченный наркоман был у нас пробыла не полный месяц он забыл про это там драчи он был такой сестренку бела тут обнимает и как вы могли еще сделать ничего мы не делали просто мы живем нормальной жизнью молимся ходим храм божий молимся купаемся раз пять-шесть ягоды собираем благодарим бога и везде молитву куда бы ни пошли мы все останавливаемся начинаем молиться с тайна какая тайна когда разберешься ничего и особенно мне тут мы же никакие капитала туда не влагаем конечно надо питаться сами хлеб пищем я печник 40 лет был и поэтому сайт своей пищи у нас все свое сами делаем ищем спонсоров и находятся люди которые помогают не деньгами а мукой там крупой там масса россии мы посты все соблюдаем нам радостно чтобы христиане и плюс православные у нас все разнаряжено а как одевается по вы видели наши ролики посмотрели ну вот увидели как одеты на на время богослужения то ну вот видите это не и у нас не улица у нас все до 1 пришли сознательно я 5 университетах вел занятия то и поэтому много людей пришло от до трех лет масс подготовка только идет к крещению приняли крещение стали членами общины мы просто показываем это труд в некоторые недостатки любят ведь а вот так и так правильно не так что дальше до в стране там почти три миллиона беспризорных детей я не спорю а что ты сделал для того чтобы не было их ничего а почему почему ты не не организовал лагерь вот нашему лагеря 46 год был бы я ворганизовал господь помог а вот 20 тысяч с лишним тысяч сел разрушена ну правильно перечислять миллионы гектар заброшенной земли а что вы сделали чтобы этого не было а что сделаешь а вот мы получили землю получили статус строим православную деревню я правила 5 правил которые человек соблюдает моему разрешаем подать заявление не лжет не пьет спиртной не курить не материться не ворует я в краевой администрации сказал там гадок у нас тут ни одного нет работника который к вам могу поселиться и матерятся и курят и лгут и все проще вот так я говорю народ необразованный ну конечно а что ты делаешь а я только в одном университете 18 лет бесплатно вел занятия а да ты делай это до другой а вот евреи все захватили евреи 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 жиды проклятые там бей жидов спасай россию то есть сумасшедшие ягра ты что сделал для того чтобы еврей был не таким а что может сделать ну ко мне вот евреи завезли только он стал православным священником ну пусть через каждого из вас придет один еврей то и вопрос решился а он на ум израильщего звать это чистопородный еврей родители живут в иерусалиме как это так может быть бог моего там ничего нету народ необразованный а ты преподавай у меня образование никакого нету совершенно это ну после 10 классов техникум стоя профессиональный строитель и семинаре не академия самостоятельно всю жизнь учился всю жизнь и университетах это не просто так вести занятия там и собираются доктора профессора им преподавать приходится радиопрограммы вести телевидение а что бог награждает дарами бог и вот смотри если мы делаем месте ты делай это там а другой другом месте обстановка стране будет другая а вы хвалитесь еще хвалиться город на вершине горы бог так сделал чего боитесь слова похвалиться хвалящийся хвались господом что знает его хвались прямое повеление я хвалюсь что меня бог избрал что я не стал террористом а стал гонимом меня со всех сторон бьют и чем больше добьют тем шкура крепше как у старого город быка так что не надо сидеть на месте вот вы задались этой темы теперь подумайте почему вам такие вопросы задать приходится кто их придумал эти вопросы они жизнью выработаны вы так желали чтобы люди знали или узнать обстановку какое там гимос или какая-то система не все узнаю сколько за сколько против какие отношения это вопрос это хорошая но чем он вызван вопрос неверующему зададите он еще не ответит а мы не ждем все отошел вы вышли по нужному адресу мы именно те которые ждут его чают чаем воскресения мертвых и жизни будущего века жизни аминь символ веры никео цареградский так вот вопросов задавали на моем сайте четыре тысячи сто двадцать четыре ни один вопрос не два как вы задали четыре тысячи я все их ответить у меня ни одного вопроса не отвечала не было никогда политические экономические социологические литература и искусство работа там ну то есть военное дело и бог дает ответы согласно библии святых отцов что говорят жития святых и каноны церкви по четырем пунктам седать вещай и то что в мире делается обстановка политическая это нужно знать тоже если ты проповедник вот так считаете что библия выше всех учений учение человеческие которые или же она приравнивает никак не приравнивается выше библии ничего нету но что такое библия библия это путь это водоем наполненный влагой господит меня источник воды живой оставили два тринадцати иеремия а высекли водоемы которые не могут держать воды библия это источник это солнце это сердце а каноны это определители вехи вешки когда пурга идет и чтоб дорогу не сбить составит вешки что бидно было библия это канон это вешки показывает конкретно что делать мы знаем убить нельзя вот я рассказываю женщина сделала аборт и что библия молчит нету ничего правила а где взять канон я сразу называю какой канон а теперь ставить священники там пресвитером а то придумали пастор таких нет названия пастор это еретик еретик это схит открылся пастор есть пастырь пастора нету его спрашивают а да а вот скольки лет он должен стоять шестой вселенский собор 14 15 правило не раньше 30 лет а если раньше 30 извернуть его изгнать и все до кого православных у них везде почти нарушаются у нас сегодня действующих правил конституции наши православные 719 правил из них 413 каждый день нарушается я когда эти данные я работал три года над этим самостоятельно так с руками говорится отрывает дайте напечатать их там в монастырях они этого не знают а когда узнали что сделали для этого ничего а то у нас ни одно правило не нарушается фактически вот они нападают на меня что этом мощи не признаю это неправда я признаю только говорю не надо ими играть надо их собрать все вместе это мощь это и захоронить с почестями и на этом все еще ищете живого среди мертвых христос сказал меня православные больше всего гонят монашество я говорю монашество бог не изобретал он сказал идите по всему миру а монах сидит и к себе идите ко мне тащите подарки но то противоположное течение но хорошо когда человек не женат и один он заботится не женат и заботится угодить бога жена ты как жене а ты с роду не угодишь ты запомни это а не замужнего она как господа угодить а замужняя как мужа ему никогда не угодишь он будет ворчать и ты все это разбери и поймешь что быть одному лучше чем спутанными ногами идти но у каждого свой талант быть одному золото а женатый серебро это тоже божий дар жить мирно воспитывать детей у тебя двое родителей вообще эта жизнь твоя полная такая но это конечно намного ниже ежебы ты 111 был то павел говорит нам 7 5 глава 1 коринфянам ведь и мы что важнее библия библия наиважнейшая но эти вопрос знать о библии просто библии или с толкованием святых отцов то дает вещи с толкованием святых отцов конечно там все стихи вот я новый завет издал блаженного фифилакта с откровением вместе и одно только откровение толкование 436 страниц каждый стих каждое слово истолковано по всем святым отцам по всей библии у сектантов как он вырвал один стих и всего апостола и все а что рядом учителя написано он его выбрасывает православное толкование это духа святого а у сектантов у них от ума от ума он я так думаю другой так и мне это хорошо известно я у всех сектантов был проповедником будущее православным меня таким и представляют у нас тут приехал православный знает писание и мне давали слово у адвентистов тому разных не был и все понимают выше православия на земле ничего больше нет это вершина откровений божьих это церковь это таинство это благодать освещающая как феофан затворник говорит благодать имеет три вида благодать призывающие то проповедь говорят или везде говорят у баптистов и ритиков и благодать которая обращает людей человек уверовал я христа принял все спасен такого нету что спасен это оборщил сатана сатана только так а как спасены в надежде нет я вот сектанцы встретятся баптиста на маленький совсем а ты спасен ты спасен апостола так не спрашивали они спрашивали по-другому принял ли ты христа вы веровали а если уверовал уверовал то есть перед тобой двери открылись но дойдешь или не дойдешь это вопрос многие потерпели кораблекушение в вере не без веры в вере и многие я моряк много плавал и в вере потерпели почему уклонились верить некоторых грех соблазнил в вере и павел говорит проповедуя другим самим не оказаться недостойным то есть можешь оказаться недостойным и не войти других спасал видишь как а друг для себя бесполезный как сирахова говорит сектант они что 11 книг из библии выкинули и стала 66 а у православа 77 неужели не говорит сама цифра ничего две семерки это благодать божия две шестерки под подклоняется к другому многое выбросили хотя берут синодальный перевод по сегодняшний день так вот конечно у православных когда знает они его когда есть при счастье правильное крещение у православных тело христово принимает для жизни а у сектантов только воспоминания вечера господня там ничего нету разницы нет и один дома женой или где это просто просто люди привыкли так говорить думать делать а дальше не хотят смотреть еще дальше с ним будет православие это то что бог дал как откровение ну вот вытолкование тот я сказал где в этом какие вот у меня сидят приезжает а баптиисты там эти как называют старший пресвитератом или епископ у меня разные люди знакомы это сейчас меньше встречаюсь я за вопросы задаю по писанию не могут ответить почти ни на один я врага же вы учите людей но мать и слова обходим вокруг и крещение для чего дается обещание богу доброй совести и все да я могу и дома обещать а зачем мне крещение то они не знают крещение прощаются грехи ой да что вы говорите это в покаянии прощаются это все все отвечает одинаково адвентисты баптисты мормоны все одинаково стой почему еретики все а как как по библии